В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. На передовой борьбы с вирусами участковые терапевты отметили профессиональный праздник. Преступление и наказание в УВД подвели промежуточные итоги работы. Забота и о планете, как улучшить экологию Земли. Далее расскажем обо всем подробно. Нижегородская область пошла по московскому сценарию. С 19 октября во всех школах региона начались внеплановые каникулы. Они продлятся две с половиной недели до 4 ноября. Это решение озвучили только в пятницу, что стало неожиданным для педагогов. Детям не выставили оценки за первую четверть. О том, как поступить в этой ситуации педагогам, в своем инстаграм рассказал министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Зловин. С законодательством об образовании не установлена прямая зависимость между организацией каникул и выставлением оценок за четверть. Перед выходом на каникулы в случае изменения сроков и продолжительности учебных периодов и каникулярного времени, образовательная организация вправе пересмотреть механизм выставления текущих отметок. Скорректировать сроки проведения промежуточной аттестации, пояснил чиновник. Глава Нижегородского Минобра также добавил, что ситуации со спорными отметками учеников не обязательно следует решать перед каникулами. Школа может выставить четвертные оценки в течение двух недель второй четверти или контролировать успеваемость не по четвертям, а по полугодиям. В свою очередь, глава региона Глеб Никитин ответил на вопросы подписчиков о возможном переходе школ на дистант. Надеюсь, каникул будет достаточно и все вернутся в школы. Если родители посчитают, что ребенку ходить в школу опасно и семья комфортнее учиться дистанционно, поможем организовать процесс, пояснил глава региона. Также он пояснил, что остается дополнительное образование как в группах, так и индивидуальное. С ограничением будут работать спортивные секции. При этом в Сарове муниципальные организации дополнительного образования либо решили закрыть на каникулы, либо перевести на дистант. В группах канала 16 в социальных сетях мы спросили саровчан, поддерживают ли они решение губернатора досрочно отправить школьников на каникулы. Более 62% участников опроса высказались против, потому что дети все равно не будут сидеть дома. Вариант «да, это поможет снизить риск распространения коронавируса» выбрали 34%. Безразличны к этому вопросу 3% респондентов. В России за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 15 982 человека. 292 – в Нижегородской области. В Сарове число заражений перевалило за 2500. 115 саровчан госпитализированы. 94 в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом. К этому человеку идут с первыми признаками недомогания. Именно в их кабинете начинается обследование здоровья. Они оказывают первую медицинскую помощь. 17 октября участковые врачи-терапевты отметили профессиональный праздник. Эти специалисты находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. До 80% пациентов лечатся на дому. Их наблюдают 4 участковых терапевта и медсестры. Они занимаются только ковидом. Их коллеги в это время лечат других больных. На каждого терапевта ложится колоссальная нагрузка. В пользу случаем я хочу поздравить наших уважаемых участковых терапевтов. У нас их сейчас в поликлинике 13 человек. Это все самоотверженные люди. Которые очень много времени. Сил гораздо больше, чем длится рабочее время. Я вам говорю это совершенно ответственно. Они тратят сейчас на то, чтобы помочь пациентам. В России изменились правила приобретения полисов ОСАГО. С 19 октября документ можно оформить не только на официальном сайте страховой компании. Теперь для этого можно использовать Marketplace. Специальную финансовую платформу. Она позволяет сравнить условия приобретения полиса в различных компаниях. Также по новым правилам для каждого водителя страховые компании будут рассчитывать индивидуальный тариф. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Правительство Нижегородской области выделит 20 миллионов рублей субсидий религиозным организациям. Средства пойдут на погашение задолженности за коммунальные услуги, которые образовались за время действия режима повышенной готовности. Соответствующие поправки внесли в бюджет региона. Субсидии на оплату услуг ЖКХ получают также нижегородские предприятия, пострадавшие от пандемии. Им выплачивают деньги при условии сохранения численности 85% коллектива. Художественная галерея представила программу на каникулы. Запланированы экскурсии по выставкам «Архи дети» и «Художники Сарова». Познавательные занятия, на которых ребятам расскажут об истории России и народных промыслах нашего региона. Есть возможность попасть на мастер-классы или посмотреть фильмы. Все мероприятия проходят по предварительной записи. Всего могут присутствовать 5 человек. Подробности по телефону 70287. Молодежный центр приглашает школьников от 12 лет в онлайн-лагерь «Осенний бум». Он пройдет с 26 по 30 октября. Запланированы онлайн-лекции, челленджи «Викторина». Самых активных ждет награда. Количество мест ограничено. Телефон для записи 99108. Мошенничество с банковскими картами и кража велосипедов – это самое распространенное преступление в нашем городе. Каждый второй из попавшихся в правонарушении уже отбывал уголовное наказание. В целом раскрываемость преступлений в Сарове выше, чем по области. В полиции подвели итоги правоохранительной и надзорной деятельности за 9 месяцев этого года. Более 7 килограммов наркотических средств изъяли саровские полицейские из незаконного оборота. Для сравнения, в прошлом году сотрудники полиции обнаружили менее 1 килограмма. Начальник УВД на пресс-конференции подвел промежуточные итоги оперативно-розыскной деятельности. Так, по линии незаконного оборота наркотиков, количество правонарушений снизилось на 21% со 167 до 131. Здесь есть объективные факторы, которые связаны с проведением мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции. Соответственно, весну, начало лета граждане находились дома. Было минимизированное нахождение на улицах беспричинно. Всего за 9 месяцев в Сарове зарегистрировано 418 случаев нарушения закона. Это меньше, чем за этот же период прошлого года. Количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 12,5%. Одна из причин – правоохранители выявляли много коррупционных схем, которые относятся к этой категории. Красть тоже стали больше. В числе прочего были угнаны 20 велосипедов. В настоящее время в производстве уголовное дело есть по краже велосипедов в отношении двух лиц, которые будут привлечены к уголовной ответственности. 12 велосипедов они похитили, два человека. Из них мы выявили 4 факта с совершением преступления в 2018 году. 48 раз зафиксировали кражи из магазинов. 23 уголовных дела возбуждено по факту незаконного списывания денег с банковских карт. Остаются нераскрытыми 49 краж. Из них 3 кражи из квартир, 10 краж с банковских карт, 11 велосипедов, 5 краж с гаражей, 7 краж сотовых телефонов, 2 кражи транспортных средств, 38 фактов мошенничества. Стравчане продолжают попадаться в ловко расставленные сети любителей 7-минутного обогащения. При этом общее количество зарегистрированных случаев мошенничества уменьшилось на 24,4%. Почти настолько же сократилось количество ДТП, в которых пострадали люди. Всего их произошло 54. Было ранено 66 человек, в том году было 79, снижение на 17%. Но, к сожалению, у нас зарегистрировано 2 ДТП, в том году было также 2, в которых, к сожалению, 3 человека погибло. В том году было погибших у нас 2. Всего полицейские раскрыли 271 преступление. Это почти на 1% больше, чем в прошлом году. Полную запись пресс-конференции руководителя Саровского УВД и начальника отдела ГИБДД смотрите в рубрике «Без комментариев» на телеканале Саров-24 и на нашем канале в Ютьюбе. Еще один очаг аварийности в Сарове. На перекрестке улиц Довиденко и строителя Захарова снова произошло ДТП. Водитель одного из автомобилей, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил машину, которая ехала по главной. Это уже третье ДТП за этот год. Организацию движения на этом перекрестке будут рассматривать на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Пьяного водителя на перекрестке улиц Семашка и Зернова остановил фонарь. Если бы не световая опора, неизвестно, сколько бы людей могли пострадать от действий нетрезвого саровчанина за рулем. Итог аварии – погнутый фонарь, разбитая машина и ушиб носа горе водителя, у которого, кстати, 40-летний стаж вождения. Управляв машиной Volkswagen Touareg, находясь в состоянии алкогольного обвинения, выбрал такую скорость движения, которая не обеспечила возможность водителю постоянного контроля за движением своего транспортного средства. При повороте налево не справился с управлением и совершил наезд на препятствие световую опору. Александр Костенков отметил, что 63-летний мужчина находился в таком сильном опьянении, что не смог ничего сказать в свое оправдание. Это называется «Не могу идти пешком, поеду лучше на машине». Это из той серии. Материал нами собран в полном объеме, но водителям был составлен соответствующий административный протокол и уже направлен к мировому суде. В Сарове продолжается профилактическая акция «Засветить». Сотрудники госавтоинспекции просят горожан носить в темное время суток одежду со светоотражающими элементами. Это позволит сократить количество наездов на пешеходов вечером и ночью. По данным ВОЗ, более 4 миллионов человек каждый год умирает из-за негативного воздействия загрязнения атмосферного воздуха. В среднем 7 миллиардов тонн промышленных отходов попадают в водоемы. Экоактивисты по всему миру бьют тревогу и пытаются призвать людей к осознанному потреблению. Какие экопривычки помогут сделать окружающую среду чище, расскажем далее. Утечка радиационных отходов, взрыв в Ухте, цистерны в находке, выброс нефтепродуктов на Камчатке. Промышленные аварии, которые привели к экологическим катастрофам. И это только за последние месяцы. Как результат воздух, которым сложно дышать, вода, в которой гибнет все живое, земля, на которой ничего не растет. Отходы предприятий – проблема, которая угрожает всему человечеству. И она не локальна. У воздуха нет территориальных границ. Заводские выбросы в реки, моря и океаны попадают по всему миру. Отказаться от производства человечество не может, но прийти к осознанному потреблению – под силу каждому. Можно начать с малого. Отказаться от пакетов и использовать эко-сумку, когда отправляетесь за покупками. Отказаться от пластиковых и псевдобумажных стаканчиков. И использовать термокружку под горячие и холодные напитки. Можно пойти дальше и отказаться от индивидуальной упаковки во всем. Покупки в магазинах, конечно, могут стать тогда проблемой. Зато на рынках продавцы охотно идут навстречу. На хороших современных рынках можно купить без упаковки вообще все. Даже яйца продаются без упаковки. Поэтому можно прийти со своей многоразовой ячейкой. Простые привычки, которые помогут экологии. Правильно сортировать и утилизировать отходы. Сократить потребление пластика в быту и промышленности. Выключать электроприборы из розеток, свет и воду, когда они не нужны. Нам надо серьезно задуматься о своем потреблении. Если вы покупаете игрушки и одежду и выкидываете их в хорошем состоянии, задумайтесь, как это отдать на благотворительность. Мода – это по степени загрязнения планеты. Это второй фактор после нефтедобычи и нефтепереработки. Мы привыкли покупать дешевые вещи, мы привыкли легко их выкидывать. Поэтому здесь можно сдвигаться в сторону того, чтобы покупать более качественно и может быть поменьше. Специалисты справедливо отмечают – простые шаги к разумному употреблению и экокультуре нужны не для того, чтобы спасти планету. Она существовала до нас, будет существовать и после. Но то, на какой планете будут жить наши дети, внуки и правнуки, зависит от нас. В мире появляется все больше движений и организаций по охране окружающей среды. Они проводят лекции и встречи с подрастающим поколением, устраивают акции по сбору и сортировке мусора, предлагают крупным компаниям альтернативные методы производства. Активисты делают упор на экообразование. Они убеждены – только понимание масштабов проблемы может подтолкнуть людей к жизни в согласии с природой. Огромные свалки в садоводческих товариществах, провал инициативы с раздельным сбором ТКО, несвоевременный вывоз мусора от жилых домов. О том, как реализуется мусорная реформа в нашем городе, мы рассказывали уже неоднократно. Вопросов и обращений жителей не становится меньше. Каждую неделю нам в редакцию звонят саровчане и рассказывают, что не так с вывозом отходов в их дворе. Очередная проблема возникла на улице Харитона. Три месяца назад во дворе рядом с домом на Харитона-22 поставили бункер для крупногабаритных отходов. И это создало ряд проблем для жителей. По их словам, нередко контейнер мешает проезду машин. Во время работы нашей съемочной группы он был на газоне у щитовой, но на фото, которое нам предоставили, видно, что порой его ставят на парковку. Вот он обычно у нас стоит, вот этот угол стоит на дороге. Прямо можно на дороге. А другой угол у нас стоит вот здесь вот, прямо вот около щитовой. То есть нам парковаться, если вот так ехать и парковаться, то нельзя, обязательно заденешь. Если ехать и сюда вот маленько, вот сюда маленько, то точно заденешь. Не устраивают Алевтина Николаевна и горы мусора, которые у этого бункера накапливаются. Отходы, которые складывают в обычный контейнер у подъездов, убирают каждый день. Но крупный мусор, со слов нашей собеседницы, вывозят примерно раз в месяц. Но его не убирают. То есть мусор, вот контейнер, он наполняется, люди несут и бросают. Где бросили там? Мусор сюда несут со всех домов. Ну, я, конечно, не знаю, но я сама лично видела, что дяденька привозила на машине, на прицепе. Может, откуда-то из других, да может, откуда-то откуда-то, я не знаю. Когда контейнер заполняется, мусор кидают рядом. К моменту съемки основную часть региональный оператор вывез. Но на фото видно, что бывает иначе. При этом сами жители считают, что площадку для этого бункера можно оборудовать на вот этом вот заброшенном пустыре. Где-то здесь асфальтировать небольшой участочек и поставить огромный контейнер туда. Как нам пояснили в администрации, место у трансформаторной будки, где сейчас стоит контейнер, единственное, куда его можно поставить. Иначе он будет либо слишком близко к дому, либо к проезду. Пустырь, куда жители хотели переместить бункер, считается спортивной площадкой и туда тоже нельзя. Хотя ни одного мафа или спортивного снаряжения мы на этом месте не заметили. Впрочем, где бы ни поставили этот контейнер, не в силах чиновников научить жителей выкидывать мусор в мусорку, а не на землю. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах Канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!